Сейчас генералов делают ответственными за поражение. Поражения будут еще. И вполне возможно, что генеральские головы полетят, не только голова генерала Лапина. Ну и в общем, если это произойдет, это скорее всего произойдет. Армия, конечно, долго может терпеть, потому что там тоже отрицательная селекция шла долгие годы. Но, тем не менее, в целом настроения в войсках достаточно негативные. Поэтому, возможно, так и не все будет глато в 2023 году. Игорь Александрович, вот вы говорите, что этот украинский синдром, который, так сказать, существует в армии, существует в целом среди тех, кто побывал на фронте и, в общем, избежал перспективы лечь в украинский чернозем, эти люди могут сказать свое слово. Россияне уже говорят. Игорь Александрович, сегодня в Петербурге проходит неформальный саммит стран СНГ. Путин уже сделал там некоторые заявления, сказал, что угрозы и вызовы растут. Между участниками СНГ также возникают разглагласия, но мы их готовы решать. А Лукашенко странную речь сказал по прибытии на этот неформальный саммит. Он заявил, что 2023 год будет самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет все нормально. Что думаете о таких заявлениях? В целом, о визите Лукашенко второй этой встречи меньше, чем за неделю с Путиным. Ну, то, что эти люди, Лукашенко, там есть еще у нас такой депутат Миронов, они несут полную ахинею, это понятно. В общем-то, понимаете, люди, которые находятся в политике и как-то зависят от избирателей, они все-таки стараются особой глупости не говорить. Ну, а поскольку в России и в таких странах, как Россия, не бывает никаких выборов, поэтому люди могут нести полную ахинею. Без оглядки на избирателей. Все равно никакого отношения к их политической судьбе граждане не имеют. Поэтому вот несут полную ахинею. Что касается самого этого саммита, то Путин... Это ритуальные танцы, потому что никакого влияния на ситуацию внутри стран СНГ, ну, кроме Белоруссии. Белоруссия – это просто заложница Путина. А во всех остальных странах СНГ Путин утратил всякое влияние, поэтому, ну, просто опасаются, потому что он же сумасшедший, но его может укусить. Поэтому, в общем-то, приезжают и слушают весь этот бред. Так, в общем-то, ни в странах Центральной Азии, ни в странах, так сказать, Кавказа никакого влияния Путин уже не имеет. Скажите, а Путин может обсуждать еще с Лукашенко все-таки участие Белоруссии в наземной операции против Украины? Обсуждать может. Реально, я абсолютно убежден, что Лукашенко, ну, по крайней мере, все силы, все свои ресурсы, а ресурсы у него есть, прежде всего, так сказать, ресурсы манипулирования, большой политический опыт выживания у этого диктатора существует. Я думаю, что Лукашенко сможет отбиться от попыток Путина склонить его к непосредственному участию в боевых действиях против Украины. Он будет все предоставлять, он территорию свою предоставит, он ВПК свой предоставит, все что угодно, но свои войска он постарается не бросать в топку украинской войны, потому что он понимает прекрасно, что их там Украина просто сожжет, просто перемелет, и в результате он останется наедине со своим народом. Это то, чего Лукашенко боится больше всего на свете. Вот, кстати, если Лукашенко прогнозирует, что следующий год будет счастливым и радостным, как вы думаете, можете предположить, что Путин скажет гражданам России под бой кремлевских курантов? Что-то новое услышат россияне или, опять же, что весь мир против нас, НАТО против нас, нас хотят почитать, но у нас есть ядерное оружие? Ну, по сути дела, вы сейчас выдали конспект того, что сказал Путин, я не знаю, что можно добавить, нет, но что-то можно добавить тому, что вы сказали. Ну, в данном случае, я думаю, что вы довольно точно воспроизвели то, что может сказать Путин что-то новое. Ну, не знаю, может быть, какие-то истористические особенности. Тут есть проблема одна довольно серьезная у Путина, можно ему посочувствовать. Дело в том, что бегство мозгов из России, оно коснулось в том числе и чиновников, в том числе и администрацию президента и правительства. Очень многие сотрудники, ну, скажем так, не высшего звена, высшего звена – это люди, это преступники международные, им бежать некуда. А вот среднее звено, там, программисты, спичрайтеры среднего уровня, они сбежали, в том числе и из администрации президента, из правительства, очень многие сбежали. Известно, что целый ряд отделов парализован, потому что, в общем, люди, которые обеспечивают функционирование государственной власти, сбежали. Это сказывается на, в том числе и на выступлениях Путина. Речи нормальные спичрайтеры, я помню хорошо, как готовились речи Горбачеву, там были серьезные люди. Ну, и тому же самому Ельцину готовили серьезные люди речи. И первый период власти Путина тоже, там были такие речеписцы, квалифицированные. Сейчас нет, сейчас это вот, ну, вот, то, что сейчас мы видим у Путина, так сказать, постоянные, ну, невероятные совершенно глупости, которые он говорит, это, в частности, снижение качества спичрайтера. Ну, в этом же и причина, как вы полагаете, в том числе отмена его ежегодной пресс-конференции. Казалось бы, и вопросы можно прописать, и всех своих позвать, и сценарии составить, но нет. Почему? Ну, вы знаете, я думаю, что здесь все-таки проблема не в дефиците спичрайтеров, а в объективной ситуации. Дело в том, что, ну, ежегодная пресс-конференция, так же, как и послание Федеральному собранию, это все-таки серьезный и такой небыстрый. Понимаете, вот, новогодний тост, можно сказать, ну, то, что, собственно говоря, сказали вы. Вот, значит, там печенеги, половцы, динозавры, все преследовали великую Россию. И сейчас мы боремся с НАТО. Все, с Новым годом. Этим можно ограничиться. Все-таки, вот, длительная, большая пресс-конференция, здесь придется что-то говорить. А что говорить о 2022-м годе? Вот что говорить? Что сказать? Какой итог года? Ну, довольно сложно. То же самое, что ждет в 2023-м году. Можно, конечно, сказать, что это будет самый счастливый год. Но это, в общем, выглядит настолько неубедительно, что надо все-таки, надо что-то придумать. Да, вот, что-то надо придумать, объясняющее то, что начали войну против крупного европейского государства. Цели непонятны. Никто не понимает, зачем это сделал Путин. Вообще никто. Путин постоянно меняет цели. В результате положили несколько сотен тысяч людей, как и со стороны Украины, так и со стороны России. В результате ничего не добились. В конечном итоге оказались в изоляции. Вот и что в этой ситуации делать? Как это все объяснять? Это надо придумать какие-то слова. А вы пока не... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok